Доброе утро, друзья! Мы с детьми направляемся по делам, как и планировали. Единственное, я хотела сегодня попасть в детскую поликлинику, привить Аришку, но не знала, когда именно врач принимает наш. Позвонила, мне сказали, что она вечер и что прививки в это время уже не делаются, что они только до трех. К другому врачу я идти не хочу, потому что у нас супер классный педиатр, очень мега адекватная. Я хочу ходить только к ней, поэтому не сегодня, в следующий раз, значит, в следующий наш приезд. Пойдем на прививку и сейчас мы заскочим выкинуть мусор, скопился на несколько недель на переработку. И пойдем во взрослую поликлинику. Я надеюсь, что расписание правильное и что эндокоперенолог принимает. Мне надо получить вердикт врача и узнать свои анализы, потому что я выяснила одну очень интересную вещь. В этой поликлинике те анализы, которые ты задаешь, они не подгружаются на госуслуги. Я даже написала на госуслугах, типа, что такое, почему у меня не пришли анализы. Мне ответили, что наша страховая, она не... Короче, она не относится как-то к госуслугам, это лаборатория. И анализы можно получить в страховом столе или у врача, и все. Так, а что-то тут макулатуру больше не принимают. Смотрите, замотали. Ладно, бутылки сдадим. У нас сегодня, как видите, не так тепло, как хотелось бы детей отреагировая. Сходили в поликлинику, очень нам повезло. Мы пришли, очереди вообще не было. Какой-то мужчина вышел из кабинета, и мы зашли сразу. Отдали мне мои анализы, сказали, до свидания, до следующего года. Но, но, зараза, перейти упал до 14. Я не пила железо несколько месяцев. У меня до этого всегда было 25-30, когда постоянно пьешь железо. Я его не пила. 14. И, как называется один из гормонов? Т-4, по-моему. Короче, ТТГ в норме, а Т-4 там снижет. Врач такая, это фигня. Оно поднимется. Я погуглила, оно вроде поднимется, но мне это не нравится. Они всегда были идеальные гормоны щитовистки. Короче, я уже давно хочу обратиться к нутрициологу по поводу того, что у меня железо не усваивается. Я думаю, момент настал. И заодно и с этим. ТТГ. Нет, ЕДТГ. Т-4 разберемся. ТТГ там великолепно. Вот. Короче говоря, господи, что он никак не уедет-то? Короче говоря, врач такая, у вас все идеально. Идите, идите. А, что у тебя перейти? Спасибо. А, это вы к терапевту идите. В арте и нестойчивый грузовик едет. Хотя в прошлый раз она такая, разберемся, разберемся. Ну, видимо, она ничего интересного для себя не увидела. Вот. Так что, в общем, все окно. Все окно. Но я еще покопаюсь в этом, потому что, знаете, это кайф, когда ты очень хорошо себя чувствуешь, когда ты здоров, у тебя нет. Действительно, у тебя совсем другое самочувствие. Тебе не надо выдергивать себя из кровати по утрам. Все всегда много энергии, в хорошем настроении постоянно. Поэтому я заинтересована в том, чтобы поддерживать свое тело прямо в таком хорошем. О, скоро будет на площадке. Да. И, 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 и... А, еще у меня там аллергию видно. Ну, цветет. Все, я периодически отчихаю. Вот. Но по анализам видно, да, что сейчас я реагирую на это все. Котика ты увидела? Понятно. Все, минутка нытья про здоровье заканчивается. Больше к этой теме возвращаться не буду. Сейчас мы идем в детский сад Артемия. Я позвонила, заберем его карту медицинскую. До администрации дозвонилась. Отдадут без проблем. Сказали, подходите прямо сейчас. Если у вас нет долгов по оплате, все вам сейчас отдадим. Так что мы идем в садик за этой карточкой. И тогда уже в следующий раз, когда мы пойдем в поликлинику... Какую генетку сделали? Точно. Мы сразу Ариму придем и Артемию еще в карточку там допишем. Вот этому ортопеду и карточка в школе будет готова. Хотя еще ортопед порекомендовал сделать рентген этой шеи в трех проекциях. Потому что когда Артемий родился, у него было смещение подзамков шеи. И мы ему выправили у остеопата все идеально. Но ортопед посмотрел и говорит, что сходите на всякий случай сделайте. Чтобы убедиться, что ему можно ковырки там всякие на голове стоять. Еще ударили. Потому что нет... Ой, рука устала. Телефон держать. Нестабильность шеи моих позвонков. У меня, кстати, эта фигня есть, а это вообще стоит помыть. Так что надо будет еще сходить, но придется это делать платно. Потому что чтобы сделать это бесплатно, надо попасть к ортопеду. Бесплатному, к которому я не смогла попасть за несколько месяцев. Попыток. Поэтому я уже нашла, где можно платно сделать. В какой-то день. Не знаю, когда. Это организмом. Короче, такие дела, знаете, эти все. Ой, подготовка к садику, к школе. Карту забрали. Позвонила я также на рентген в ближайшую клинику. Но мне сказали, что дети там не делают. Рентгенный рентген. Да, надо искать что-то другое. В каком-то другом, более далеком месте. Поэтому это не сегодня. Хотелось сегодня. Ну, ладно. Сейчас мы идем домой. Мне надо уложить Арину. Разгрузить стиралку, загрузить стиралку. Да. Да, я вижу. Загрузить тушилку. Приготовить обед. Смонтировать лук. Ну-ка. Три собачки там. Разобрать рабочую почту. Три бакаки. Бабаки. И помыть санузлы. Бабаки. 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 ты только не трогай арина хочешь погладить спокойно вы ее не видите у нее рот до ушей от счастья улыбается подошел посмотреть что это происходит арина арина пойдем да пойдем на реагирует говори ты скажи включили лялечку песню еще раз надо попросить алиса включи песню лялечка настал тот момент когда алиса реагирует на арина но арина пока не может до конца объяснить чего она хочет на аисе уже реагирует включилась светилась теперь танцуй раз тебе включили ой как здорово да алиса а мы сегодня на дачу поедем кормить комаров короче я сказала что мы едем кормить комаров она сказала надеюсь это шутка такая алиса мы на дачу едем сегодня комаров обязательно возьмем мы их будем кормить да вот сидит тут вкусный ужин для комаров это кира у нас это знаешь как эти в сериалах бабушка мафиози дарит внучки машины потому что родители управляют поездкой арина дай очки держись за руль держись за руль за руль держись вот поехали прикольно марина поехала Киров боится кататься, а еще катается Арина. Арина. Со стрижкой справились, едем теперь на вокзал. Но Артемия быстро постригла, у нас еще есть время, зайдем куда-нибудь в булочки купим. Что-то хочется перекусить. Вот, стоим на перекрестке. Вот Артемий, пюрешку есть. Постригли его хорошо, но опять немножко не так, как я хотела. Но вот парикмахер, и она все время, мужчине, делает одно и то же. Ты стою и просишь одно, но делает другое. Мне как-то не очень нравится. Думаю, может, я еще раз другую парикмахерскую, что ли. Мы в итоге спустились в торговом комплексе, который на Ладожском, около Ладожского вокзала, на цокольный этаж. И тут видите, какая прелесть? А вот туда выглядываешь, а там цивилизация. А здесь вот так вот. Грузовой лифт. Давай, проходи. Он такой тормознутый, это вообще. Ой, ой, а зачем ты на минус первый-то? Мы и так на минус. Да. А нам на первый надо. Уже выйдем. Купили булочки. Тебе прямо сейчас? Прямо сейчас? Вот видите, он все не закрывается. Я почему-то говорю, что он тормознутый, причем нет кнопки закрытия дверей. Стоишь и ждешь, как дурачок. Мама? Да. Есть? Как ты сидишь? Есть. На скамейку? Давай на мою. К Артемию хочешь сесть? Да. Ну сейчас посажу тебя. Садись там. Садись там. Ну что, мы приехали. Ой, Рекса, пойдем еще прямо пройдемся. Я говорю, мы приехали. И первым делом пошли выгуливать Рексу, которая нас тут ждала. Она очень обрадовалась нашему приезду. Да, Арина прям хотела сразу кормить, выгуливать. Такая заботливая, переживала за Рекса. Все, мы сразу переоделись. В городе они дома. Да, что ставила. Артемия, почему-то всегда кепки на бекре не носит. Покажи рисунок на голове, который ты сделал, прическу. Кепку-то сними. О, захотел паутинку снова. Вот. Так что здесь тишина. Хорошо. Мама еще не приехала. Она сегодня с утра уехала. Я чуть не сказала выгуливать бабушку с дедушкой. Кормить бабушку с дедушкой, убираться у них. Она по четвергам ездит, конечно, здесь на даче. В четверг у нее такой день. И стоматолог у нее. Вот опять у меня приедет. И встретимся. С ней смотрю, знакомы ли мне там соседы. Ну нет, это сосед таковой подумала. Дети уложены. Я, кстати, успела позаниматься спортом. Мы приехали. Я сделала дыхательную тренировку. Хотя по плану была силовая. Но мне не до силовых. Я за эти пару дней в городе вымоталась. Ну мы гуляли очень много. А сегодня я не выспалась. Пришлось рано вставать. Короче, это... Я регулирую нагрузку по самочувствию. Силовую буду делать завтра. Вот. И сейчас я иду на комнату пить чай с мамой, болтать. И потом я еще посмотрю сериал. И буду спать. Вот такой вот у меня день. Так что увидимся с вами завтра. Всем пока.